Псалом 40 Начинаю с шестого стиха. Ибо человек близкий мне, на которого я надеялся, вкушающий хлеб мой поднял на меня питу. Но ты, Господи, помилуй меня и воздвигни меня, и я покараю их. Вот такое пророческое свидетельство тоже, в общем-то, достаточно узнаваемые места. Ну, во-первых, ну, здесь два таких очень ярких пророчества. Вот, то есть, само из них, если кто, седьмой стих, если кто из них навещал меня. Ну, в контексте, скажем, истории Давида, это предполагается, что вот человек болеет, к нему приходят люди, на самом деле ждут, когда он, Давид, умрет. Вот, он их достал, он их надоел уже им. И говорят им льстивые слова, на самом деле, они ждут только, когда он побыстрее умрет. Вот такое лицемерие, такое беззаконие. Вот, и говорят о том, что неужели спящий, то есть, вот, или болящий там восстанет вновь. Но, по-славянски это звучит, скажем так, ярче. Слово законоприступное возложиша на мя и доспяй не приложит воскреснуть. То есть, вот то, что уже ли спящий восстанет, можно перевести и так. Неужели спящий воскреснет? Вот, это, конечно, можно понимать и в контексте умирающего, больного человека. Неужели, вот он уже почти при смерти, неужели он снова оживет? Неужели он снова вернется в жизнь? Да не может быть. Да уж, скорее бы, измучились мы под его властью. Но это вполне приемлемое для, скажем, вот ситуации с Давидом некое событие. Действительно, очень много людей из близкого окружения, как мы знаем по событиям последних дней Давида и первых дней царствования Соломона. Мы знаем, что в самом ближайшем окружении действительно такие козни были. Вот, действительно, люди ходили, лицемерили, творили беззаконие, надеялись, что он скорее умрет и верили, что это никогда не произойдет, что он никогда не восстанет. Но это все в контексте обыкновенной житейской ситуации, действительно происходившей, не могущей происходить, действительно происходившей в судьбе Давида, такое с ним случалось. Это может быть отнесено и ко Христу, потому что и про него говорили так, слова беззаконные говорили, неужели он, умерший, воскреснет, неужели он сможет восстать, неужели он сможет действительно победить смерть. Ведь мы же все делали для того, чтобы его не было. Ведь ненавидящие Христа люди восстали против него вот именно с такой все возрастающей ненавистью. Вот этой ненависти евангелист Иоанн уделяет особенно много места, показывая, как ненависть иудеев постепенно возрастает, возрастает, возрастает и возрастает. В конце концов, завершаясь убийством Христа, и они так же, это и их слова, и их мысли, они слышали о том, что он воскрестит. Они слышали, они же так и говорят Пилату, что вот этот обманщик, он много говорил о своем воскресенье. Вот, так чтобы там не было что-нибудь, давай поставим стражу. То есть, они знали это, и вот эта их злоба, она, скажем, игнорировала те чудеса, которые были. Вот мы же на самом деле, привыкшие к евангельскому сюжету, мы же не задумываемся над тем, что на самом деле происходит там, вот в недрах этого иудейского сознания. Мне, как, ну, вот преподавателю там, в разных духовных школах, исполняющему свое служение, приходилось встречаться с совершенно твердой и спокойно выражаемой мыслью, что, ну, что иудеев, за что судить-то ведь? Ну, 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 они же не виноваты, пророчество такое было там, все равно же надо было как-то Христу умереть, что это они же, откуда они знали? Откуда они знали? Да знали. В этом и состоит их совершенная, вот, ответственность за совершенные преступления. Они знали, что он Христос. Они, ну, вот посмотрите сюжет, скажем, евангелиста Иоанна. Вот воскрешает слава. Почему, кстати, у меня всегда вопрос, почему синоптические евангелия не говорят о воскрешении Лазаря? Это же из ряда вон выходящиеся. Зачем-то про сына Наинской вдовы говорить, про дочери Агира говорить. Зачем? Ну, это же, ну, пустяки какие-то по сравнению с тем, что воскресили четверодневного Лазаря. Причем это не какая-то там бытовая история, ну, вот, Христос пришел дочку Аира воскресить, и там остались только родители и эти ближайшие апостолы. Ну, бытовая история, никого не потрясло. Сын Наинской вдовы, ну, да, там собрание людей какое-то было, ну, тоже, ну, обычное дело. В сущности-то, это же все в течение дня происходит. То есть, он где-то вот умер, и его через пару-другую часов несут хоронить. Вот, как-то, ну, сильно не потрясло. Но никто из евангелистов, кроме Иоанна, не говорит о воскрешении Лазаря, как бы стыдливо умалчивая этот эпизод. Почему Иоанн и в конце концов и захотел об этом рассказать, потому что это событие показывает, насколько ожесточилось сердце иудеев, фарисеев, убивших Христа. Ведь он же там приводит ремарку. И они порешили убить и Лазаря. На их глазах происходит воскрешение четверодневного мертвеца. Что тут еще говорить? Ясно, что это Бог. Ясно, кто это. И он делает их совершенно безответными, потому что происходит это. И это, кстати, и объясняет именно воскрешение Лазаря, объясняет ту сложившуюся ситуацию входа Господней в Иерусалим, которая происходит в скорости после этих событий. Вот люди и сошлись, потому что люди-то понимают, это нечто необыкновенное. Это действительно Мессия, Мессия. Асана, сын Удавида. Они его воцаряют народ-то. Они его думают, что сейчас вот все, пришло избавление наше. Потому что, ну вот это уж не Вида, это все понятно. Но иудеи-то, вот фарисеи-то и книжники, которые ополчились-то на Христа, они-то ведь именно знают, что это Мессия. Они видели, как воскресили Лазаря. И порешили, совет совершили, надо убить и Христа, и Лазаря. То есть, это не неведение, это ожесточение сердца. Это совершенно потрясающее, совершенно нерациональное, разумно необъяснимое ненависть. Ненависть ко Христу, как ко Христу. К Мессии, как к Мессии. Нам не нужен такой Мессии. Я знаю, что он Мессия, но такой нам не нужен. Я знаю, что он Христос, но я видеть его не хочу. Я знаю, что он Бог, но мне такой Бог не нужен. Это не неведение, это бунт. Бунт, как это всегда было, за что и имя свое Израиль они получили. Всегда бунт против Бога. Но это не потому, что они такие плохие. Мы в сердце свое посмотрим, у нас нет ли такого. Мы сами-то по себе готовы принять его таким, какой он есть. Бога-то наш, Христа-то наш, крест-то его мы готовы принять или нет? Мы действительно готовы всерьез рассмотреть, что вот это наш Бог. Некогда, какое-то время назад там вышел фильм голливудский. Там их много на эту тему выходит, но это был самый омерзительный фильм. Я не помню, ни режиссера, и знать не хочу ни режиссера, ни главного актера. Вот, эпизод там потрясающий. Фильм, какая-то история про Геракула, у которой, естественно, Син Зевс. Вот, это антихристианский фильм. Но вот эта его антихристианскость, она вправлена в такую невинную языческую, мифологическую историю. Но там эпизод, совершенно отсутствующий напрочь, отсутствующий в хоть какой-нибудь мифологемии про Геракла. Этого Геракла распинают в самом прямом смысле слова, вот именно в том виде, в каком висит распятый Христос. Только не на кресте, скажем, а вот руки в ноги в разные стороны. Он распинают, вот, потому что он где такой кроткий, он тоже ведь Сын Божий, он такой добрый, он такой хорош, он хоть всем добра. А они на его глазах начинают убивать близких ему людей. Ну, много не успели убить, убили только одного, но сердце Геракла не выдерживает. Он обращается к молитвой с Богом, к Богу, своему отцу Зевсу. Зевс посылает там силу, он разрушает, вырывает, естественно, все эти прикованные руки и ноги и начинает сокрушать негодяев. И нам нравится. Мысль-то в чем? В том, что настоящий Сын Божий, он бы не допустил насилия над своими верными рабами, над своими учениками, он бы их защитил. Кому нужен такой Бог, который предает своих верующих, своих верных, своих детей и заставляет их страдать? Настоящий бы Бог, он бы послал силу с неба, он бы наказал всех обидчиков, он бы всех негодяев призучил, он бы сделал так, чтобы жить на земле стало лучше. Вот мысль-то. А мы не этого хотим. Мы не так же думаем, когда читаем евангельскую историю, мы все вот на стороне Христа. А когда закрыли книжку и выходим из комнаты, хотя бы не скажу, там из квартиры или из подъезда, просто из комнаты выходим, мы готовы так жить, терпеливо перенося какие-то немощи людей, полности людей, несправедливости людей. Ведь он-то перенес до конца. Или когда мы начинаем роптать, а сколько можно терпеть, а сколько можно присмыкаться, а сколько можно жить в этом несправедливом мире, откуда деваться от этого насилия, жестокости, неправды, лжи и так далее. Где ты, Господи? Разве мы не то же самое говорим? Разве не это слово законоприступное возложише намя? Мы ведь всегда ропщим, а ропот и есть, бунт против Бога. И вот как эти самые, возвращаясь к тексту Псалма 40-го, когда они говорят, вот, все, он умер на кресте, они же знают, что он говорил, что воскреснет. Они же знают, они знают, что он воскрестит, и они этого боятся немножко, ведь он же вообще-то был чудотворец и никогда не лгал. А если правда воскреснет, а мы его тогда еще раз и убьем. Вот стража. Вот если он воскреснет, то мы его сделаем так, чтобы снова его что-нибудь с ним сделать. Они же не понимают, что такое воскресение. Ну и мы тоже не понимаем. Но они не понимают по злой своей воле. Они ведь думают, что Лазаря можно убить. Можно убить воскресшего Христа и будем убивать его столько раз, сколько потребуется. Но все равно мы не дадим ему установить свою власть. Это настоящий, совершенно настоящий бунт против Бога. И это пророчество, оно не просто о конкретной какой-то ситуации, связанной с земной жизнью Иисуса Христа. Оно о том, что все мы можем оказаться в такой ситуации. Мы и оказываемся, когда нам очень плохо. Когда мы очень в тяжелой жизненной ситуации. Когда нас обступили ненавидящие нас люди. Мы разве так не говорим? Да ну, воскресенье. Какое воскресенье? Да он сам себя защитить не смог. Так кто? Да разве будет? Разве он победит? Разве он одолеет зло? Разве он сможет торжествовать? Да нет, все это навсегда. Бог меня бросил. Я забыт, я ничтожный, я никчемный. Он не воскрес. Это тоже ропот. Пусть маленький, но бунт. Утверждать свою веру в очень тяжелых жизненных ситуациях. И говорит, что веруем, что Христос все, всех победит. И правда его восторжествует. Это трудно. Трудно. Но, в общем-то, это единственный путь этой жизни для верующего человека. И мы всегда должны контролировать себя от ропота. Как сказал Исаак Сирин в 85-м слове, Бог защищает всех и не оставляет никогда и никого, кроме ропщущих на Него. Потому что это и признак бунта и гордыни. Признак неспровержения правды, суда и воли Божьей. Ну и дальше в тон, на самом деле, сейчас мы об этом скажем. В тон этой же интонации слова, пророчество, ибо человек близкий мне, на которого я надеялся, вкушающий хлеб мой поднял на меня питу. Ну, понятно, что это о предательстве Иуды. Человек близкий, вот сидящий за мной за одним столом, вкушающий хлеб мой, и во всех смыслах просто вкушающий хлеб, который ему дал. Вот, но строго говоря, хлеб мой, вот можно понимать в более глубоком смысле, ведь перед тем, как Иуда вкусил этот хлеб, Христос сказал, вот тело мое за вас ломимо. Строго говоря, это не его хлеб. Просто как хлеб, это не его. Не он его стряпал, не он его купил. Вот, это не может он назвать это моим хлебом. Ну, наш хлеб на худой конец. А вот, после того, как он произнес эти слова, это есть тело мое за вас ломимо, это уже хлеб мой. И вот этот хлеб мой, то есть тело мое, он вкусил, а тот, который вкусил это тело за него ломимо, он поднял на него питу. Он воздвиг на него беду. Он предал своего учителя. Ну, можно было больше дальше, наверное, об этом и не говорить. Вот про Иуду все понятно. Пророчество. Но в контексте сорокового псалма слова беззаконные, слово законоприступное возложишенными, слова беззаконные говорили мне, неужели спящий воскреснет? «Ибо человек, близкий мне, на которого я надеялся, вкушающий хлеб, мы поднял на меня питу». То есть, это ведь то же самое, что мы говорим каждый раз, когда причащаемся. Точнее, мы говорим о том, чтобы этого всего с нами не было. «Да не тайну твою повем, не лапзанье ти дам, яка Иуда». То есть, все вот это, и этот ропот, и это недоверие в том, что он победитель смерти, что он действительно воскреснет, желание, не желание знать его воскрешающим, а желание знать его неумирающим. Мы же не хотим, чтобы он страдал. Нет, мы не против, конечно, воскресения, но лучше, чтобы не страдать. Лучше, чтобы он не страдал, лучше, чтобы он не распинался, лучше, чтобы он здесь, в нашей жизни, сделал нашу жизнь счастливую. Зачем нам это воскресение? Не хотим? Разве мы так не думаем и не говорим? Скажем, «Упаси Бог». Это мы и говорим. Мы это и говорим перед причащением, зная, что семя зла живет в каждом из нас. Мы говорим, чтобы не было во мне этого, чтобы не раскрыть этих законоприступных уст, чтобы не предать тебя, когда я тебя сегодня вкушаю, не предать тебя, не изменить тебе. я ведь тоже ем твой хлеб, а ведь могу поднять на тебя питу. Конечно, тебе лично, как это сделал Иуда, я сделать зла не смогу, но воздвигнуть гонение на тело твое, предать твое тело, церковь твою, народ твой, осквернить память о тебе, это может любой человек, и делает любой человек, и хуже всего делает, как раз тот, кто когда-либо, когда-то, причащался тело и крови Иисуса Христа. И случайно эти слова стоят здесь вместе, как то максимально возможное зло, которое доступно и всякому верующему человеку. Это мы, не только те люди, которые убивали Христа, и потом ставили стражу, а потом дали стражу денег, мы сами так делаем, мы сами не хотим знать его воскрешу, мы с нами не хотим знать о его кресте, мы с нами, мы сами хотим другого царя, и того, что у нас не устраивает, мы возмущены, потому всегда ропщим, и не дай Бог сложится повод такой, мы вполне поступим, как Иуды, отчего и просим в молитве перед Святым Причащением, просим, молим избавить нас от этой участи, Иуды, чтобы нам не стать предателями своего Бога. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok